ПЕСНЯ Иногда мне кажется, что приходящими или вечными бывают не только события и явления, но и ощущения. Каждый раз, когда я слышу эти песни, со мной происходит что-то непередаваемое. И я знаю, что так будет всегда. Конечно, я не жила в то время, но мне кажется, я знаю про него всё. И во мне вечно будет жить желание узнать про это время ещё и ещё. Вступает русский великан, вступает русский великан, Перед зарёю пробужденье, уже в линей ночи тень. Это самые первые годы советской власти. Люди уже почувствовали вкус новой жизни, познали радость освобождённого труда. Они только ещё не знают, как праздновать праздники. Старое отметено, новое ещё не придумано. Праздник прекрасного времени. Хозяином жизни впервые стал человек труда. И это утверждалось во всех пирамидах, монтажах, феериях, пантомимах, композициях и ораториях. Кончилось царство зла и насилия. Наступило время свободы, разума и справедливости. В это прекрасное время всё вокруг должно быть прекрасно. Всё, на что смотрит новый человек. И улицы, и площади, и дома, и трамваи, и ворота, мосты, и пароходы. Всё должно нести с собой праздничное настроение. Этой необыкновенной и радостной задачей посвятила себя целиком пёстрая армия художников, скульпторов, поэтов, режиссёров. Будущее придвинулось к ним так близко, что воздвижение новых зданий и даже городов считалось делом насущным и неотложным. Не беда, что сейчас они выполнены в гипсе, в фанере, в картоне. Зато сегодня новый памятник, новая конструкция уже поражали и утверждали перед людьми наступившее прекрасное время. Здесь можно встретить и Петрова, и Воткина, и Кустодиева, и Альтмана, и Добужинского. И ещё пока не признанных, но, разумеется, тоже очень талантливых, безвестных мастеров. И, коль скоро перед ними стоит оператор, почему бы не оставить потомкам свидетельство столь редкого единения художников различных направлений и вкусов? Праздник детей. В каком бы радостном возбуждении ни находилась страна, все понимали, что праздники детей — это вернуть детям детство. Они должны быть сыты, здоровы, веселы. Но какое же детство без гостинцев, без игр, обнов, без лаков? В разрушенной и голодной стране люди отказывали себе решительно во всём для того, чтобы дать почувствовать этот праздник. Но даже таких обнов на всех не хватало. Для этой захватывающей дыхания прогулки мобилизован почти весь автомобильный парк города. КОНЕЦ ПРАЗДНИК ПРАЗДНИК НОВОГО ЧЕЛОВЕКА ПРАЗДНИК НОВОГО ЧЕЛОВЕКА ПРАЗДНИК 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 НОВОГО ЧЕЛОВЕКА ПРАЗДНИК НОВОГО ЧЕЛОВЕКА ПРАЗДНИК НОВОГО ЧЕЛОВЕКА ЭТА ПУШКА СТРЕЛЯЕТ ПОПУЛЯРНЫМИ БРОШЮРАМИ ПРАЗДНИК НОВОГО ЧЕЛОВЕКА Человек, который не научился читать, не жаждет знаний, не может считать себя новым человеком. ПРАЗДНИК НОВОГО ЧЕЛОВЕКА ПРАЗДНИК НОВОГО ЧЕЛОВЕКА ПРАЗДНИК НОВОГО ЧЕЛОВЕКА Ну, разумеется, новый человек должен быть совершенен не только духа. Борьба за прекрасные тела стала повсеместной и повседневной. И наступит день, исполненный гармонии, когда труд будет не изнурять, а развивать и облагораживать тело. КОНЕЦ КОНЕЦ Новым человеком нельзя стать в одиночку. Это понимают все. Беда одной семьи, беда всех. И одолеть ее можно только сообща. И кажется, стоит только выйти всем и крикнуть «нет», и беда отступит. Беды не станет. КОНЕЦ Новый человек решительно покончит с тьмой, с предрассудками, с мраковесием. И покончит он со всем этим с помощью науки. Нетленные святые мощи истлели самым обыкновенным образом. КОНЕЦ Наука не подвела. В Москве, в Воронеже, в Астрахани и в Самаре, как и предсказывали ученые, солнечное затмение наступило с точностью до одной секунды. Шахматы теперь не будут привилегий избанных. Отныне в эту мудрую игру будут играть все. КОНЕЦ ПРАЗДНИК ПРОГРЕССА Что-то изнутри тянет нового человека ввысь, в неизведанное. Желание оснастить Россию новой, еще не придуманной техникой, разбудило фантазию миллионов. ПРАЗДНИК ПРОГРЕССА Самолет не должен быть диковинкой. Он будет выполнять самую нужную работу. Отныне поля будут засеваться с воздуха. ПРАЗДНИК ПРОГРЕССА И сейчас этот старый сеятель видит, как это в конце концов просто. ПРАЗДНИК ПРОГРЕССА Аэросани ПРАЗДНИК ПРОГРЕССА Аэросани могут заменить извозчика. ПРАЗДНИК ПРОГРЕССА Изобретены даже калоши для лошадей. Любой конь будет теперь бежать увереннее и быстрее. ПРАЗДНИК ПРОГРЕССА Уже сделан своими руками самый большой автобус Он пока неуклюж, громоздок, но он есть Давно изобретен велосипед Но двигать его будут отныне не только ноги, но и руки Рулепет увидит вся страна Четверо его создателей отправляются в пробег Москва-Ашхабад На вершине Эльбруса будет установлен телефон На свете теперь нет ничего невозможного Праздник созидания Праздник созидания вернул людей к простым и реальным заботам Стране нужны были руки, умеющие делать извечное и насущное Ковать, строгать, шить Мечта о своем паровозе, сделанном своими руками, овладела всеми так сильно Что макет его, сколоченный из досок и фанеры Стал главным украшением празднеств и шествий Он приближал время появления настоящего паровоза Вторым символом праздника созидания стал трактор Трактор так привлекателен Его хочется разглядеть, его хочется потрогать Им хочется научиться управлять, чтобы он подчинялся твоей воле Человек стал чувствовать себя хозяином жизни Сильным, оснащенным И судьба огромной страны стала главным предметом его личной заботы Его личной любви Трактор субтитров А.Семкин Людям, творящим новую жизнь, не свойственно думать о себе, будто они герои Но, глядя на свои фотографические изображения, они собою, вообще-то говоря, довольны Поглядеть на себя со стороны и остаться собою довольным Это, откровенно говоря, тоже праздник Может быть, маленький Никому не заметный Но праздник Трактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Трактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова